16 февраля 2024 года пятница стою на развилке или перекрестке это правильно называется где начинается улица павлика морозова стороны киевской я стою в тени вот этого дома сегодня день солнечный солнце закрытого таким домом видно все хорошо и небо безоблачное такое дымка такая полуоблачная на небе есть но она от этого не счит не слишком серее то голубое остается у меня маршрутик мы сегодня будет вот с этого места через остановочный пункт киевская там где ходят наши маленькие дизель очки какие как и называется басы железнодорожные автобусы будет так спрощенно называется рельс вас так так стараюсь дойти до улицы капска пройдем парк гагарина пока сейчас здесь пройдусь под этим домиком вот видно как дом наполовину тени вот этот дом соединена в 9 этажей 5 этажей он имеется выход на четыре улицы вот на киевскую на павлика морозова на ольховую и на фабричную я покажу это издалека или скажем там не сблизи издалека на раза будет слишком громко сказано перейду сюда ну вот уже все покрылась мхом таким но от не низина низиного туда дальше идет туда к при велю температура сегодня вот я смотрел там на мобильнике написано плюс восемь других ресурсов я не смотрел смотреть не столь важно вот но знаешь и на других ресурсов нам было будет скорее всего другой показать может быть будет плюс 9 там или плюс 7 на некоторых как зимой особенно там где-то у нас на температура на улице так плюс 2 внизу космос к ощущать как минус 2 понять какая температура это крайне это как есть есть цифра есть ощущение температуры то две совершенно разные вещи сейчас я ухожу от линии солнца солнце мне сейчас прямо в лицо светит вот вот улица фабричная тут один подъезд вот этого дома пятиэтажный он имеет адрес улица фабричная вот эта улица ольховая ну собственно говоря сам дом на ольховую не выходит закрыта вот этим домом но дворы выходят туда там дорога на мамонова ну давайте на ольховую сейчас зайдусь покажу и так издалека тоже улочка такая улочка практически одного дома но если считать так сказать с одной стороны дом длинный сейчас бог плохо показывать я плохо контролирую когда бог под парад держу против напротив солнца направлен сейчас лицо мелькает на на веток деревьев сейчас я сюда подойду кинем зайду спрятался я в тенек вот она ольховая такая брусчатка весь старый от нора конец 19 ну ваше 19 век скорее всего за бурщенко и вот этот дом такой таким идет полукругом он эти улицы они обрамляют хотятскую площадь вот заворачивать заворачивать домик пока еще сыскать недавно его не ремонтировали поэтому он так и вот упирается он там улицу павлика морозов домик симпатичный мне он нравится но я дальше иду у меня маршрут все-таки туда за что у ночный пункт тут тоже вот брусчатка такая грубая может быть это кстати брусчатку и наши потом укладывали после войны раздолбана было понимаю неплохо все после штурма вот установочный пункт киевская сама посадка вот на той стороне там перрон вот этот домик он был станции там билеты можно было купить час теперь там вообще ничего нет связанного железной дорогой его какая здоровенная и толстенная внизу начинается жевать потихонечку показываю тут идет одна колья движение здесь не столь напряженной чтобы две колеи иметь ну и рассчитана на то что поезд идет туда или сюда и на некоторых станциях они могут разминаться друг с другом вот фабричная вроде как совсем мало маленькая улочка сейчас я покажу вот она там где машина выезжает там заканчивается на ней по 4 дома таких отдельных и все с одной стороны а другой стороны вот забор и каньон железной дорогой мост я пойду вот так вот выглядит влево больше не поворачиваться аппарат потому что там у нас ух тепло такая уже не фейковая как говорят весна уже вроде наступает может где-нибудь и подснежники обнаружил здесь на на грядочках не скручено температура резко выросла до 9 градусов снега уже нигде не осталось вот я пройду этот участок киевской улице подала девеэтажка на выходит со всеми одним подъездом на даже не подъезд к лицу какой-то моя киевская туда вот там садовая улица домик нам красненький с красной крыши черепичные место стоит тоже она небольшая то улице садовая то есть магазин спар но не могу его заснять за солнцем попаду я сейчас в зону домов там у меня проблем не будет солнцем что он мне будет улицу светить и на фотоаппарат вот он спар создавался изначально как моя семья но подумать машина какая-то круга фу вот сейчас начинаю снимать дома которые отремонтировали вот внешние посады вот тут вот так вот получится что так половина дома освещена половина нет я не очень такое люблю на что делать а там даже липли лепнина какая то есть с какими-то львами или королями усатыми то отсюда не разберешь спар раз парам каньончик железной дорогой так пивной сокол хорошо вот там вот до конца я дойду до поворота улицы киевская вправо а там посмотрю как дальше вот этот дом одним из первых отремонтировали ими да там такая с весами и с мечом это мировые судьи здесь здесь просто видимо жилой дом и магазинчики вот этот дом еще пока обгрызенный шарпанный еще не занимались ну шума много машин ну что здесь вот как дорога устроена прямо такая тройная линия по бокам асфальт посередине трамвайные пути никому не нужны и брусчатка такая раздолбанная скорее всего когда киевскую начнут ремонтировать снимут они брусчатку и трамвайные пути раньше железная трамвайная дорога шла трамвайная колея шла до завода янтарь туда так далековато ну вот на машин много я не люблю когда вот такое столпотворение машин да и людей тоже вот тут пустота такая между вот этими домами 19 автобус он ходит до прибрежного вот на месте вот этой остановки был дом еще упомнил но его снесли пока ничего не построили не знаю будете строить идем дальше здесь я наверное сейчас обойду вот один дом ну вот этот вот слева который сейчас появится вот по моему здесь два дома таких не и всего четыре вот такой вот такой архитектуры три на это и один на той стороне вот здесь 131 135 сейчас пройду через двор ну а дальше пойду уже по по киевской по самой для разнообразия там дворик во дворике может быть обнаружить и не цветочки весенние такие природные не сажены ну типа подснежник вот этот дом тоже относится киевской дом советской постройки и фасадом выходит вот как раз на железную дорогу там шумы на железной дороге в основном слышны там ночью любят составу перегонять наверное я не буду утверждать но часто слышно уже ночь тишина и начинается взякать ну вот дом освещен хорошо хуже домик сейчас хотя зайдут в этот садик посмотрю а нет и случайно подснежников поскольку я в этих дебрях что-то находил как-то дал дорога 38 школа и улица березовая развалены строение бывшего хозяйственного мешки с мусором с этим с листьями собирают значит начали ребята грести ну да тут вряд ли я что вижу вот дом вот один он из-за не отремонтированных из этой серии но не отремонтированные мне тоже нравится я уже об этом говорил ну чисто эстетически не то что вот жить жить бы в таком не отремонтирован дай ну что совсем не хочу о все-таки я нашел что хотел сейчас 7 7 не подводит зрение вы что даже не зрение дела в том что солнце светит вот первые подснежники которые сам обнаружил тебе можно будет сказать что до весна началась сюда не зря зашел все выхожу маленькую задачу я выполнил смотрел на подснежники а и они уже видимо не такие уже маленькие то есть они уже растут ну может там максимум неделю не зря я дня четыре назад на калининградском чате вайбере там обнаружил что подснежники вот уже фотографирует и сняли так вот этот дом следующий вот здесь вот фасады дома который обошел 131 стрели здесь было панно такое шикарное морское посвященное нашим морякам гражданским морякам все нет этого панно все отсюда убрали вот панно жалко оно такое советское было не я не скажу что нам супер это не микеланджело конечно но все таки а где тут у нас микеланджело этот его нигде нет хоть что-то ну тут вот замену вот вот так вот покрасили помаляри ли колеса какие-то запасные инструменты для аккумуляторов но нам а вот там этот дом находится в торце парка гагарина на той стороне ну там такой там три дома по-моему на таких больших относительно новый микрорайон но ему уже может лет 15 но это так когда много живешь так и 15 лет уже как кажется трюки но 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 и 139 тоже дома хорошо отремонтировали посадили вот там головы херуимчиков таких вот а и здесь вот сова вроде или что тут у нас да вот вот сову такую поместили да сделали и пин-код там вот стоит или qr-код там вообще пупы в общем пока мы прошли два не отремонтированных дома вот на этой стороне вот по архитектуре такой же дом какой я обошел но он его сказать покрыли заново красочкой облагородили там сидят ступеньки вот этих вход есть наверняка этот вход не работает это это дома трехподъездные дверь вроде тоже заменили ну вот домик тоже ведь хорошо сделали вот на той стороне да вот пока иду все дома отремонтировали а тот еще конечно развалюки такие шикарные были так вот еще один из четырех домиков вот этих вот этого проекта он тоже пока не тронутый но в принципе вроде в хорошем состоянии не сильно облезло но ну да да ну почти ничем не отличается хотя немцы вообще любили делать так чтобы хоть чем-то до отличалась и вот этот дом тоже не 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 отремонтированный а вот тротуар надо заметить сделали уже по всей киевской нормальная снимал там прошлом позапрошлом году тут все было перерыто делали делали тротуары приходилось тут обходить или краешком где-то так так магазин антиквариата это ленин наверное не знаю вот тоже есть центральная дверь такая есть входная ну жена ее просто замуровали вон девчонки как одеты вообще по летнему вот вот какая мадам же маму я такая на лошадке вот она так скачет а дама так такой одной рукой держится это нормально как на мерседесе с мобильником сигарета я одной рукой на полной скорости центре москвы но ладно вот тут уже начинается предместие парка гагарина вот четвертый дом из этой серии он тоже отремонтирован вот как видите так и получается из четырех домов вот этой серии вот таким с таким треугольничком наверху с таким парадным центральным подъездом ремонтируем только только 22 на этой стороне и вот один остался не отремонтированная по два понятно на этой стороне 3 таких дома а вот такой центральный вход интересном без ступенек сделали как будто балкон и такую поднимающийся дверь к жалюжи такие металлические вот это ну скажем так территория парка гагарина переоборудованная под детскую площадку я несколько раз я снимал года два назад но детские площадки чё там их снимать там ничего особенного нет там эти детские вот эти настройках это называют но теперь бедня бегать верещит я с мучкой ходил так может есть любители это смотрите я не очень люблю это не снимать не показывать типовая детская площадка с визгом детским хотя за детьми интересно наблюдать в разном возрасте как они себя ведут вот сейчас подхожу к развилки где улица киевская заворачивает вправо влево идет улица камская так мне тут осталось на этом в ролике еще пять минут но я не буду его вот ну да сниму покажите киевскую здесь до конца но чтобы была полная картина ломбард ну тротуары хорошие сделали ровненькие вот до дороги еще не добрались но должны добраться планета есть но это не дешевое будет мероприятие киевскую вот на этом участке ну скажем так вот инженерной улице это могить тихорецкая начинается до этого отремонтировать это не очень просто и не очень дешево не очень быстро так вот здесь загородили так здесь была проходная зона вообще-то парк даже не парк парком-то не надо деревья там росли короче у нас много мест который никак не называется но там растет много деревьев вот если там загородили то что-то будет сооружать в общем здесь киевская улица заворачивает вправо а здесь вот идет улица камская вот она туда идет прямо до большой окружной улице и как она сейчас большая окружная называется я не знаю там типа такое что-то типа такое а это вот парк гагарина я буду следующий ролик снимать пройдусь по парку гагарина вот там что-нибудь расскажу что что знаю знаю я немного сразу скажу так вот вход в парк гагарина мотоциклеты тесто это электрические так ну вот я вышел сейчас на линию солнца немножко передохнул сейчас уже я не так быстро бегаю как раньше мне сейчас краснознамец съездить тяжеловато будет возможно мы тяжеловато посмотрим как я лето буду планировать теплые дни куда у меня получится выбраться в него души и даже и по городу у меня не всегда хорошо получается сходить